Девушки отдыхают А также канал на Яндекс.Дзене Обязательно ссылочку закреплю в комментариях Переходите, ну и конечно же не забывайте подписываться Ребят, чего я смеюсь? Вот я смеюсь, потому что мне смешно Ты сказала, да? Слушайте, хочу сказать сразу Сейчас буду обозревать о Лёльке Ролик на канале Деревенский дневник Который она выложила 5 часов тому назад Это был прямой эфир Лёлька там тоже собирала Во всю деньги Обо всем по порядку, он будет действительно Очень интересный, там Лёлька кричала Я не сдохну, я туда, я сюда Я проплачусь, я просплюсь И в общем все со мной будет хорошо Там есть действительно о чем поговорить Но я могу сразу сказать Лёлька меня подсидела Оказывается, когда я выкладывала Свой первый ролик на Лёлю Сегодня где-то в районе 12 часов дня Я еще смотрю, думаю, что это мой ролик так мало набрало Оказывается, в этот момент Лёлька тоже выперлась Вот с этим, со своим прямым эфиром Короче, она меня подсидела Как говорится, коза Ну, не я, Лёлька, естественно Что я хочу сказать, ребят Вы знаете, опять Опять, вы понимаете Уселась Лёля на стрим На сей раз, так скажем, почти с утра пораньше Да, ну, в 12 часов дня И что? Ну, понятное дело Кому сейчас легко Два последних стрима Лёли Ей подавали крайне очень плохо И поэтому Лёлька решила усесться на стрим Еще с утра пораньше То есть обычно она садится на стрим И начинает плакаться где-то вечером Но периодически в последнее время Она может делать это и вечером И еще плюсом с утра Я не удивлюсь, если Лёлька сегодня Еще и вечером выйдет на стрим И опять будет просить деньги Да, представляете? Так вот Говорит, роликов сегодня не будет Но, ребят Она все врет Потому что сейчас мы с вами обозреваем ее Вот этот вот стрим Который был, получается, 5 часов назад И, помимо всего прочего Еще час назад на канале Деревенский дневник У нее вышел опять ролик Опять сопли слезы Короче, какой-то дурдом Вы знаете И опять Что Лёля нам говорит? Она опять очень устала Ей нужна психологическая помощь от ее зрителей Ну, я так понимаю Под психологической помощью Конечно же, Лёля имеет в виду Помощь финансовую Донаты и все такое подобное Опять Опять одна Опять собирает на хозяйство Опять ей плохо Говорит, я понимаю, что плохо всем Понятное дело Лёльки, конечно же Наши миллионщицы Хуже всех Ребят, я так понимаю Что перед нами сейчас Разыгрывается новый сценарий Очередной фильм Фильм Ну, конечно же Жанр Драма Ну, Лёля Это вообще бесконечная драма Она в ней варится Постоянно С утра и до ночи Хотя мы-то с вами понимаем Что ее жанр Это, скорее всего Трагикомедия Но Лёля нас пытается всех Всех и вся Убедить, что это драма из драм Переходящая периодически В психологический трейлер Вспомните, ребят Недавно ситуацию с коровами Которые обосрались Да Ну, в общем, так получилось Лёлька нам показывала Бегала с сараи Как, значит, обсирались коровы И так далее А Лёля нагнала такой жути И сказала, да По сути, она сказала своим зрителям Не дадите денег на коров Пущу под нож Ну, в смысле Не тех, кто не даст денег А тех, кто Коров Пустит под нож И ей, конечно же Люди Вот эти ее хомячки Надонатили на тот момент Очень хорошо И вы знаете Коровы Как-то буквально По мгновению Волшебной палочки Тут же все Выздоровели Ну, а сейчас Ребят Ну, вспомните Четвертого Ноль четвертого Состоится очередной Флэш-моб И Лёлька Опять Мое мнение Решила специально Загодя Сыграть Так скажем На опережение В бедную Несчастную Да-да Она одна Одна Одинешенька С десятью детьми У нее восемь коров Мужик Непонятно куда делся Мужик Я имею в виду Шурик якобы сбежал Но это так Она преподносит ситуацию И, конечно же Никто не помогает Ребят Я, конечно же, уверена Как многие из вас В том, что Шурик Сидит в туровке Подле ее подола Но Лёльке-то сейчас Ее цель Опять сорвать куш И не абы какой А чем больше Тем лучше Поэтому она заранее Готовит свою паству К тому Что как раз таки На флэш-мобе Они ей будут подавать Значительно охотнее На флэш-мобе Конечно же Бедной несчастной Одинокой женщине Будут подавать Куда активнее Нежели счастливой Лёльке Которая будет Зажиматься на стриме Вместе с Шуриком Да Нежели вот Лёльке Которая будет Сидеть со своим Альфонсом Ржать Гоготать И так далее Тем более Ребят Ведь даже Ее хомяки Задаются вопросом А почему Собственно Вы просите на жизнь А вот мужчина Сидит Сживет За ваш счет За счет Ваших хомяков И не работает Эти вопросы Задают не только хейтеры Эти вопросы Уже начали задавать Ее обожатели Хомячки Ну те Которые еще в состоянии Так скажем Пораскинуть мозгами Которые могут Анализировать Думать Да И понимать Что это такое Мужчина не работает Мужчина пришел К женщине С десятью детьми Так вот Лелька прикинула И все прекрасно поняла Что если сейчас Она прикинется Той самой несчастной Забитой бабой У которой Десять детей Мужик от нее Сбежал Да Она опять одна Она на всех Как говорится Она прекрасно поняла Что конечно же Ей будут подавать Намного лучше А уж на флэшмобе Ее и вовсе Так скажем Завалят деньгами Говорит Ой На хозяйстве Теперь нагрузка Ого-го Говорит Какая Ребят Мне просто интересно Что случилось Сейчас с хозяйством С чего вдруг На хозяйстве Ни с того Ни с сего Нагрузка Стала Ого-го Какая Свиней Она пока еще На свиней Собирает И то нет Никакой гарантии Что она вообще-то Их купит Потом может случиться Все что угодно И она скажет Не купила Да Вот Нет возможности Опять запретили Значит свиней держать Как вот запретили год назад Или еще что-то Но Лелька Придумает все что угодно Что она не знает Что ее хомяки Будут как говорится Все равно поддержат Любое ее решение Да Ничего не изменилось Ну родились новые козлята Ну и что И какая разница Ей то какая разница Когда у нее Все равно на хозяйстве Есть три помощника Трое Вот этих вот работников Вместе с Сергеем Петровичем Лельке Нет с этого вообще Никакого дела Она туда не ходит Находит на хозяйство Дабы снимать свой контент Все Далее Далее ребят Интересный момент Ей значит Комментарии написали В чате Зрительница Ей некая написала Говорит Да сколько можно Написала ей длинный комментарий Говорит Сколько можно Опять Дай 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 И Лелька Отвечает А я что Должна приходить На работу И не получать За свою работу Зарплату Ребят Тут я выпала В осадок В очередной раз В смысле Я еще раз говорю Для тех Кто как говорится Вообще Ничего не понимает Да Для тех Кто в танке Зарплату Нам Блогерам Платит Ютуб Не зрители Донаты Это добровольный Так скажем Вклад Зрителя Который Просто Добровольно Перечисляет Зрителю Деньги Вот просто Понравился Понравился Блогер Скидывает ему Там на карту Или донаты Какие-то Деньги Но Зарплату Блогерам Платит Ютуб Еще раз Зритель Не обязан Донатить Донат Это не зарплата Блогера Никоим образом Я думала Что все это знают Но Лелька Которая у нас Кричит о том Что она такая Крутая Блогерица Почему-то Не знает Элементарных Моментов И пытается Вести зрителя В заблуждение Сказать Что донат Это зарплата Блогера Нет Это не зарплата Блогера И тут же Лелька Чехвостит Других Деревенских Попрошаек Говорит Да Вот они Такие Сякие Ну в общем Да Это мы с вами Все уже обсуждали Далее Далее Другому Там Какому-то Чуваку Она отвечает Ой Все с тобой Понятно У тебя Секса Нет Мол Типа Поэтому Ты такой Вредный Поэтому Ты тут Устраиваешь Мол Типа Такие Вот Задаешь Мне Нехорошие Вопросы Ну вы знаете Глядя На Лелькина Вечно Недовольное Лицо Как будто Она Вечно Съела Лимон Глядя На Лелькина Вот Это Вечная Страдалица Которая Она Пытается Из себя Изображать Именно На Стримах Хочется Ну я Я тоже Так Понимаю Что У Лельки Тоже Наверное Секса Давным Давно Не Было В общем Да Хотя Причем Тут Секс Если Честно Я Не Понимаю Ну да Ладно Далее Далее Друзья Мои Идет Очередная Лелькина Перепалка С хейтерами Она Говорит И что Что вы Ко мне Прицепились Что вы Постоянно Меня Дергаете За эти Донаты У меня Эти Донаты Уже Три Года И что Что я Хочу Жить Хорошо Да Говорит Я Хочу Ходить По Салонам Я Говорит Хочу Увеличить Губы В общем Да Возможно Скоро Лелька У нас Будет С губами С новыми И опять Опять Про Козлов Ну в смысле Про бывших Мужей Так она Теперь Называет Своих Бывших Мужей Она Говорит И что Да Говорит Мои бывшие Мужья Это Козлы Говорит Я Была С ними Козой Но Говорит Козло Козел Больше Мне Не Нужен Вот Интересно Да То есть Выбрала себе Очередного Альфонса И сидит Говорит Козел Мне Больше Не Нужен И опять же Ребят Про Своих Десять Детей Опять Она Начинает Говорить Вот Когда Мне Пишут Про Моих Десять Детей Мне Что Их Убить Мне Что Сдать В детский Дом Блин Ё Моё Хочется Уже Сказать В конце Концов Да Угомонись Ты Уже С этими Десятью Детьми Это Ты Про Них Постоянно Говоришь Поэтому Тебе Про Них И пишут И говорят Хватит Постоянно Прикрываться Десятью Детьми Люди Пишут Простые Элементарные Вещи Раз Ты Их Родила Значит Ты Неси За них Ответственность Никто Тебе Не Обязан И Исключительно Из-за Того Что Ты Родила Этих Десять Детей Да Я Говорит И Сейчас Себе Могу Позволить Родить И даже Одна И Поднимать Детей Ребят В этот Момент Мне захотелось Взять Какой Сковородник И треснуть Лёльке Просто Сковородкой По башке Вы понимаете То есть Она нам Рассказывает О том Что у неё Денег На еду На эти деньги На донаты Теперь Покупает Еду Для себя И для детей Она говорит Да я хоть Сейчас Могу Родить Одна Без любого Мужика Ребёнка И так Скажем Тащить Его Зачем Зачем Если ты Говоришь О том Что ты Упахиваешься Ты говоришь О том Что у тебя Нет сил Ни на что Ты говоришь О том Что вам Денег На еду Не хватает Ты говоришь О том Что я Хоть сейчас Готова Родить Ну вот Ну правда Ну вот Мозгов Ноль Вы понимаете Понятное дело Для лёльки Родить Это просто Расплюнуть А поднимать Ну ничего Поднимать Это в принципе Есть кому Дураков Как известно Ведроголовых Всегда будет Предостаточно И опять Ребят Далее Далее Вот этот Вот значит Начались сопли Полились сопли Слёзы Истерика Красные глаза Вот честно И тут же Я читаю В чате Комментарии Придурочные Ей пишут Оля Оля не плачь Пожалуйста Мы не можем Смотреть На твои слёзы Вы знаете Вот и просто Я не знаю Когда уже До этих Одноклеточных Дойдёт Что она Специально Ревёт Да она Специально Изображает Из себя Вот эту Вот страдалицу Она пытается Своими Слезами Открыть Их кошельки Нет До них Не доходит Вот до этих Ведроголовых Никогда Не дойдёт Понимаете Есть такая Категория людей Им хоть в лоб Хоть по лбу Вот как говорится Что лёльки Да вот про неё Можно сказать Хоть сы в глаза Всё божья роса И вот им Что в лоб Что по лбу Абсолютно Без разницы Да Далее Далее Заканчивая Свой вот этот Вот слёзный Стрим Лёлька Говорит Я не сдохну Я проплачусь Я просплюсь Всё будет хорошо Лёлька Во-первых Не просплюсь А высплюсь Просплюсь Это как-то Такое ощущение Что ты бухала Да как говорится Весь вечер И всю ночь И сейчас Ты должна Проспаться Чтобы чувствовать себя Так скажем Быть бодрой Весёлой И быть так скажем Трезвой Как стёклышко Во-вторых Что значит Я не сдохну Я туда Я сюда Боже мой Да мы все уже поняли Что это очередной Лёлькин концерт Очередной Ребят Всё то же самое Всё по накатанной Вы знаете Вот можно вспоминать Много моментов Но мне почему-то Вспоминаются Самые такие Знаете Острые моменты Когда вот у Матроны Значит Обнаружили ужасное Заболевание Лёлька там орала Стенала Кричала ей На донателе Да Коровы обосрались На коров На донателе Она кричала иначе Если сейчас Ничего не поможет Я пущу их под нос Под нож Тут же на донателе Тут же у Лёльки На следующий день Коровы бодрые Весёлые С ними всё хорошо И как говорится И стул тоже хороший Да И тут всё то же самое Опять Опять Шурик пропадает Понимаете Шурик вечно пропадает Под флешмоб Или как-нибудь Вот самые такие Серьёзные моменты Когда опять же Надо выкачать деньги Просто из людей Ребят Ну Ну блин Ну правда Ну всё одно и то же Всё одно и то же Причём Когда я начала смотреть Следующий ролик Я его сейчас Обозревать не буду Это который вышел Час назад На деревенском дневнике Там она тоже Едет в машине В очках В машине Ревёт Короче Всё как обычно В общем Всё по одному И тому же сценарию Вечная драма Ребят Вот такой у меня Получился обзор Пишите что вы думаете По этому поводу Оставляйте свои комментарии Ну что ж Всех целую Обнимаю Всем желаю Прекрасного дня Хорошего вечера Берегите себя От своих родных И близких Здоровья Здоровья Ещё раз здоровья Ну и конечно же Всем тем Кто подписывается на канал Всем кто ставит лайки Всем кто пишет Хорошие адекватные комментарии Всем огромное спасибо Всех целую Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok